Тонны снега вывозят каждый день с городских улиц. Как Риото справляется с последствиями сильнейшего снегопада за всю историю метеонаблюдений? Мобильный избиратель. Проголосовать вдали от дома стало проще. Достаточно обратиться в МФЦ или подать заявление на портале госуслуг. Дзюдо, самбо и греко-римская борьба. Все в одном. В Риото и прошел чемпионат Московской области по грэплингу. Добрый вечер. В студии Юлия Гордеева на РТВ время новостей и о самых важных событиях города прямо сейчас. Около недели потребуется коммунальщикам, чтобы полностью убрать весь выпавший снег в Подмосковье. Об этом сегодня заявил министр ЖКХ Евгений Хромушин. Ликвидация последствий сильнейшего снегопада была в центре внимания и на оперативном совещании в городской администрации. Глава Риотова распорядился завершить расчистку улиц, дворов и тротуаров до пятницы. А к воскресенью весь снег необходимо полностью вывести на снегоплавильные пункты и специальные места для складирования снега. По снегу уже выбраны это направление как реагирование на жалобы в течение суток. Поэтому очень внимательно к этому относимся. Темп забавлять нельзя. Впереди еще очень много снега. Поэтому всем спасибо. Вперед за работу. Накануне глава Риотова проверил, как чистят снег на юге города. В целом положением дел остался доволен, но попросил коммунальщиков тщательнее проводить уборку. Особенно это касается остановочных комплексов, тротуаров, школ и детских садов. Добавлю, что сейчас кампания по борьбе с последствиями снегопадов в Риотове продолжается. За два дня вывезено больше трех с половиной тонн снега. В городе работают 62 единицы техники и несколько сотен дворников. На помощь коммунальщикам пришли семь строительных и пять промышленных компаний. Риотовский МФЦ ежедневно принимает десятки заявлений от жителей, которые планируют на предстоящих выборах голосовать вдали от дома. В этом году у избирателей есть возможность не получать открепительные. Достаточно обратиться в многофункциональный центр или вовсе подать заявку через портал госуслуг. Анна Егоршина продолжит. Позволить себе пропустить выборы президента, который будет решать судьбу нашей страны в ближайшие шесть лет, Павел Шаров не может. Впрочем, как и проголосовать по месту прописки. Сегодня молодой человек пришел в МФЦ, чтобы зарегистрироваться на другом избирательном участке. Сотрудники многофункционального центра помогают ему заполнить заявление о внесении его в список избирателей там, где он пойдет голосовать. Всего-то нужно ввести паспортные данные и выбрать город, улицу и избирательный участок, удобный для голосования. Взамен получить отрывной талон, с которым потом можно отправляться на выборы. Человек, находящийся, который планирует находиться в период проведения выборов 18 марта не по месту жительства, может обратиться в любой МФЦ с 31 января по 12 марта, предоставив при этом паспорт гражданина Российской Федерации. Он включается в списки избирателей по месту нахождения. Таких, как Павел, в день в МФЦ приходит порядка 25 человек. Всего в городе почти 70 тысяч потенциальных избирателей. И те, кто тоже не смогут проголосовать в Реутове, имеют возможность заполнить заявление о голосовании по месту нахождения не только в МФЦ, но и самостоятельно на сайте госуслуг или в территориальной избирательной комиссии. Мы здесь работаем с 16.00 до 20.00, в рабочие дни, в выходные дни с 10 до 2.00. Прием заявлений заканчивается 12 марта. Но для опоздавших еще не все потеряно. За пять дней до выборов тоже можно оформить заявление уже специальное. Для этого придется отправляться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Но не позднее двух часов дня, 17 марта. Анна Егошина, Сергей Сомов, Глер ТВ. Прохода в городе от станции метро Новокосино через детский оперный театр не будет. Сейчас особо проворные риутовчане, чтобы сократить путь, перелезают через забор. На первый взгляд просто неэстетично, но не критично. На самом же деле администрации, учреждения культуры и жители бьют тревогу. Одни из целей безопасности, ну а вот другие из привычки. В сути проблемы разбиралась наша съемочная группа. Южная 15 и 19. Два дома, одна головная боль для жителей и администрации детского театра. Первые не готовы менять привычный маршрут и проходить за домом. Вторые заботятся о безопасности своей и детей. Не хотят, чтобы на территорию театра попадали через забор. Жители, которые живут в этом доме, заблокируют одноболт, а люди, которые идут в метро, нам срезают ворота. Ворота сносят, потому что перепрыгивают через них. Исключить такую практику решили просто. Насыпали сюда снег. Но блокировка со стороны жителей была более качественной. Нам заблокировали вот эту калитку. То есть туда был установлен металлический болт, и он был загнут для того, чтобы его нельзя было вытащить. Управляющая компания пришла нам навстречу, выпилила этот болт, калитка освободилась. Но буквально через неделю болт снова появился там. И сейчас до сих пор калитка эта на болт закрыта. Проблема эта не новая. Еще осенью жители жаловались на тех, кто установил здесь забор. Ряд проверок показал, такие действия законны. И постановили, сносить нельзя, оставить. Таким решением жители недовольны, потому вынуждены лазить по заборам. Но выход все же нашли. Всем, кто по-прежнему хочет ходить дворами, нужно обратиться к совету 15-го и 19-го домов, а не в управляющую компанию. Управляющая компания решение не принимает. Более того, мы неуполномочены, не имеем права. Таких решений принимать это вопрос все-таки к собственникам дома. Все конфликтные ситуации или ту ситуацию, которая находится в интересах вас как соседей этого дома, я думаю, что вы вполне можете решить советом дома. Сейчас совет дома принял решение выдать ключи жителям 9-го и 11-го домов на улице Южной, чтобы они могли пользоваться детской площадкой. Ну а у детского театра забор поменяют. Повесят на калитку антивандальный замок, по периметру установят видеонаблюдение, а о прецедентах будут сообщать в полицию. Ксения Казакова, Сергей Сомов для РТВ. Чемпионат Московской области по спортивной борьбе прошел в Риотовском ФОКе. В числе участников 110 спортсменов со всего Подмосковья. Соревновались в двух дисциплинах. Это грэплинг и грэплинг-ги. По итогам выступления сформировали сборную области. Что такое грэплинг и какие приемы помогут победить, узнала Ксения Казакова. Короткое приветствие и сразу в бой. У грэплингистов есть всего пять минут, чтобы показать себя и заработать баллы. При разнице в 15 очков бой прекратится и определится победитель. Сейчас на ковре спортсмены в кимоно. Это тоже вид грэплинга, называется ги. Отличие в рисунке схватки. Здесь больше приемов от дзюдо и джиу-джитсу. Если грэплингист без кимоно, со стороны выглядит как вольная борьба. На самом деле грэплинг – это полное смешение всех видов и стилей. Это универсальная борьба, которая объединяет правила практически всех спортивных видов борьбы. Дзюдо, самбо, вольная борьба, греко-римская борьба. Это борьба с минимальными ограничениями. Здесь разрешены все болевые, все удушающие действия. Тем не менее, правила и судьи здесь свои. Трое рефери в поле, один непосредственно с бойцами, двое по бокам поля, еще двое за трибуной. В первую очередь мы оцениваем чистоту исполнения бросков, занятие контроль позиций, потому что это основные баллы, на которых строится правило. Но во вторую очередь действия и поведение соперника, именно дисциплина соперника. С дисциплиной, ударами и бросками у Чингиза Джамалова все отлично. Пришел в грэплинг год назад, сегодня выступает на областных соревнованиях. Планирует попасть в сборную области, а дальше и на российские соревнования. Хотелось бы чего-то добиться в плане успехов в этом виде спорта. И будем стараться набирать опыт. В своей группе Чингиз занял третье место. Ну а те грэплингисты, кто поднялись на ступень или две выше, вошли в состав области. Уже через две недели спортсмены отправятся в Ржев. Там пройдут соревнования Центрального федерального округа. Ксения Казакова, Александр Попов для РТВ. И хорошая новость для тех, кто из-за сильных снегопадов в последние дни вовремя не приходил на работу. Роструд заявил, что плохая погода – это уважительная причина для опоздания. И работодатели не имеют права применять какие-либо санкции сотрудникам. Что же касается погоды на завтра, то день будет морозным. Утром и ночью около 15 градусов мороза. Днем немного теплее, но пройдет небольшой снег. Ожидается и достаточно сильный ветер с порывами до 11 метров в секунду. На этом наш выпуск завершен. Хорошего вам вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова